МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА До программы «Израиль за неделю» каждую субботу я, Евгений Саваев и мои коллеги, рассказываем вам о главных событиях минувших 7 дней в Израиле. Добрый вечер. На Ближнем Востоке очередная война. В четверг Саудовская Аравия начала масштабную военную операцию на территории соседнего Йемена против шиитских боевиков племени Аль-Хуси. Последних активно поддерживает иранский режим. В операции принимает участие более 170 боевых самолетов и свыше 150 тысяч солдат. Как сообщают арабские телеканалы, несколько стран Персидского залива оказывают помощь в Саудовской Аравии, готовые в случае необходимости направить в Йемен сухопутные силы. Это Бахрейн, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и Ордания. О своей поддержке силам коалиции уже заявили Египет, Марокко, Судан и Пакистан. Примечательно, что военная операция проходит на фоне переговоров шестерки западных стран с Ираном по поводу ядерной программы. Пока Запад пытается договориться с Тегераном дипломатическими методами, его ближайшие соседи, арабские страны, наглядно показывают, что единственное, что на самом деле уважают на Ближнем Востоке, это силу. А сегодня в нашей программе. Шпионил ли Израиль за своим главным союзником с Соединенными Штатами? И как новый скандал отразится на отношениях между Иерусалимом и Вашингтоном? В Израиль прибывают новые репатрианты из зоны боевых действий на Востоке Украины. Истории беженцев сегодня в нашей программе. Как израильские политики делят между собой портфели будущей коалиции? Какие министерства считаются наиболее престижными? А также, что ждет израильскую систему просвещения после формирования нового правительства? Волонтеры со стажем. Разменяв девятый десяток, они продолжают помогать людям. В Израиле чествовали репатриантов, которые делают все на благо общества. Европейский союз планирует введение санкций против Израиля в качестве ответной меры на строительство в еврейских поселениях. Какой ответ готовит Европе официальный Иерусалим? Какую сумму в среднем израильтяне готовы выложить ради своих четвероногих питомцев? И сколько собак официально зарегистрированы в еврейском государстве? Начинаем из громкого шпионского скандала. В начале этой недели американское издание Wall Street Journal сообщило о том, что израильские спецслужбы занимались сбором разведывательной информации о ведущихся переговорах между шестеркой западных стран и Ираном. Речь идет о переговорах, которые буквально в эти дни ведутся по будущему иранской ядерной программы. Авторы материала ссылаются на источники в американской администрации и утверждают, что государство Израиль фактически шпионит за своим главным стратегическим союзником, каковым уже много лет являются Соединенные Штаты. Израиль крайне озабочен готовностью Белого дома пойти на соглашение с режимом Айатол и пытается заполучить важную информацию о ходе продвижения переговоров. Данная публикация была немедленно опровергнута официальными представителями в Иерусалиме. В частности, министр по делам разведки Уваль Штайниц, один из наиболее приближенных министров к главе правительства Бениамину Нетанягу, заявил, что речь идет о бурной фантазии американских журналистов. По словам Штайницы, материал не просто не соответствует реальности, но и в определенной мере наносит откровенный урон американо-израильским отношениям. В Иерусалиме подчеркивают, что начиная с середины 80-х годов, когда в США был задержан Джонатан Поллард, отбывающий пожизненный срок за шпионаж в пользу Израиля, еврейское государство не ведет никакой разведывательной деятельности в отношении своих близких союзников. Мой первый гость в прошлом – глава службы НАТИФ Яков Кедми. Добрый вечер, господин Кедми. Добрый вечер. Простой вопрос. Израиль шпионит или не шпионит за Соединенными Штатами? В мире вообще, в обществе есть непонимание терминологии. Что такое шпионаж? Шпионаж – то есть сбор информации для разведывательных служб, он постоянно идет. Вопрос, каким способом. Шпионаж – это вербовка агентуры, агентурная работа и использование этой агентуры. Все, что не относится к этому, это уже не шпионаж. Это разведывательная деятельность, но это не то же самое. То есть собирается информация из открытых источников информации, из контактов легальных совершенно, без вербовки, без всего, с теми или иными представителями власти в тех или других странах. И эта общая информация складывается в определенную картину. Поэтому, насколько мне известно, Израиль не занимается оперативной работой против американцев или с американскими представителями ни на территории Соединенных Штатов и ни вне. То есть американцев не вербуют. То есть шпионажем не занимается, он занимается сбор информации. Это оперативная работа, вербовка и получение информации от своей агентуры. Этим не занимается Израиль в отношении Соединенных Штатов. После Полларда этого больше не было. Хорошо, Яков, тогда почему американские средства массовой информации, ссылаясь на источники в администрации президента, выходят с такими громкими заголовками? На ваш взгляд, цель таких публикаций какова? Цель таких публикаций, то есть, то, что все собирают информацию обо всех, это известно, секрет Палешинеля. Американцы последние, кто могут вообще по этому вопросу возмущаться, особенно после разоблачения СТО. Но вопрос, как собирать информацию. И эта утечка была сделана с политическими целями. Да, Израиль пытался создать, понять, что происходит на переговорах с Ираном, кроме того, что сообщают нам американские друзья. И для этого использовались средства не оперативной работы, не вербовки, а те или иные контакты с американскими представителями и с европейскими, которые участвовали. То есть, с парламентариями, с конгрессменами, с представителями разных кругов, у бывших военных возможно. И у Франции один подход, у Великобритании другой подход. То есть, из этих бесед можно составить более точную картину того, что происходит. Тем более, если в простой, открытой беседе не агента с теми, кто с ним работает, а просто дипломаты говорят или не дипломаты, и рассказывают свое мнение или свое отношение, можно составить более точное представление, то, что Израиль делал. То есть, это нормальная практика, на ваш взгляд? Это нормальная практика. Делают все страны. Соединенные Штаты делают во много раз больше. Израиль не подслушивал американского президента. Но он собирал информацию так, как принято. Скажите, Яков, а когда в Израиле слышат некие намеки, что если израиль будет действовать вопреки воле администрации Обамы, то там прекратят делиться вот этой очень такой важной информацией, возможно, в закрытых беседах, которые можно получить. Что это означает для израильского руководства? Это означает сигнал, что, ребята, вы переступаете некую черту, или же, как вы говорите, информации и так делятся? Зачем тогда угрожать? Это означает для израильского руководства, что Соединенные Штаты хотят применять силовые методы для того, чтобы заставить израильское правительство вести ту политику, которую хотят Соединенные Штаты, а не ту, которую хочет израильское правительство. Я могу с ней быть не согласен. Что такое силовые методы? Угроза – это силовые методы. Применение каких-то ограничений экономических, политических или в обменной информацией – это силовой метод. То есть это действие, которое наносит какой-то ущерб, или рассматривается ущерб другой стороне, чтобы эта сторона, чтобы избежать этого ущерба, отказалась от того, что она делает. Но израильское правительство – это суверенное. Оно имеет право принимать решения. Хотите – можете с ним спорить. Но применять силовые методы, как пытаются применить американцы, пока мягкой силой, я не думаю, что Израиль и израильское население с этим согласны. Скажите, а как израильское население поймет, что против Израиля, возможно, уже приняты эти силовые методы? В чем это выражается? Когда происходит действие, которые отражаются на военном, экономическом или другом положении Израиля, и условия для применения или неприменения их действия – это выполнение Израиля, указа из Вашингтона – это силовые методы. То есть во время войны, например, отказ помогать, и не знаю, вета во время голосования в ООН? Это очень просто. Так действует мафия. Или ты будешь делать, что мы тебе приказываем, или тебе будет хуже. Без США Израилю тяжело в регионе, верно? Это факт. И никто не оспаривает этот факт. Мы ввели нашу политику так, что сегодня наша зависимость от Соединенных Штатов почти абсолютная. Если Соединенные Штаты будут использовать эту зависимость, для того, чтобы заставить израильское правительство менять свою политику, тогда Израилю придется перестроиться и меньше зависеть от Соединенных Штатов. Первый период будет тяжело. А что такое первый период? То есть вы видите, что Израиль отказывается от американского вооружения, от помощи железному куполу? От чего отказаться? Американское вооружение будет поставляться Израилю и дальше, потому что это требование народа Соединенных Штатов. Они не могут идти против этого. Но те или иные политические санкции, то или иное отношение к решениям международных организаций, те или иные экономические санкции и послабления, это да, может быть. Но Соединенные Штаты привыкли действовать санкциями. Не всегда эти санкции приходили, приводили к нужному результату. Я хочу напомнить. Первый Харбор случился, когда Соединенные Штаты перестали, наложили эмбарго на поставку стратегических материалов и топлива на Японию. Они не ожидали, что это будет. То есть очень часто в американской политике происходит такое странное явление. Результаты действий Соединенных Штатов прямо противоположны тем целям, которые ставило американское правительство. И тогда они вдруг неожиданно, они говорят, ой, а мы же не на это надеялись. Мы хотели другого. Кто этого не знает, пусть посмотрят сейчас на Ближний Восток. Последнее. Это связано с личными отношениями между Обамой и Нитаньяго. То есть если через два года сменится власть в Белом доме, то изменится ракурс отношений? Нет, нет. Я не думаю, что именно влияло. Я против персонализации действий Соединенных Штатов. То, что делает сегодня Обама, его поддерживает очень многие в американских администрациях. Я хочу напомнить, что во время войны судного дня президент должен был работать против администрации, чтобы ускорить поставку оружия в Израиль. А Пентагон не очень торопился с этим, по своим соображениям. А в 1948 году президент формальным образом изнасиловал и Пентагон, и Стейд-департмент, чтобы заставить американскую делегацию вон проголосовать за раздел Палестины и за создание еврейского государства. То есть это традиционная политика американских государственных структур. Иногда президент идет с ней на говногу, а иногда ему приходится применять силы, чтобы ограничить их. Так что это не политика президента, а это осуществление президента политики своих администраций. Будем следить за этим и смотреть, как это отразится на простых гражданах. Большое спасибо, Яков Кенбель. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин